Уважаемый господин председатель, уважаемые организаторы и участники конференции, дамы и господа. Доброе утро. Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за приглашение участвовать в столь важной конференции, рассматривающей всесторонние вопросы международной безопасности. Также выражаю признательность организаторам конференции за представленную возможность выступать на ней. Я в своем выступлении хочу обратить ваше внимание на вопросы региональной безопасности и на сегодняшнее положение военного сотрудничества в Монголии. Азиатско-Тихоокеанский регион, особый регион, отличающийся от других регионов своим политическим, экономическим и общественным особенностям, тенденции развития. Имеется необходимость активизации процесса, направленного на сохранение и укрепление стабильности в отношениях государств этого региона. В этом регионе сосредотачиваются интересы ведущих держав мира. Учитывая все эти особенности нашего региона, Монголия более 20 лет назад декларировала основным путем обеспечения своей национальной безопасности политико-дипломатическую деятельность. Мы, предпочитая многовекторную внешнюю политику, развиваем активные отношения и сотрудничество со странами мира и с международными организациями. Последовательно проводим миролюбовую внешнюю политику. В концепции национальной безопасности Монголии сформулируется политика по АТР следующим образом. Развивать двух- и многостороннее сотрудничество со странами региона в оборонной области активно участвовать в международной миротворческой деятельности, поддерживать и участвовать в действиях стран региона, направленных на укрепление стабильности в АТР, в том числе северо-восточной Азии, создать механизм сотрудничества в сфере безопасности. Монголия при развитии добрососедских, трудственных отношений с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой стремится поддержать сбалансированные отношения и с учетом исторических традиций взаимоотношений. Монгольские делегации активно участвуют в авторитетных международных конференциях, совещаниях и других механизмах консультации. В частности, Монголия направляла свои делегации в Шангрила-диалог по азиатской безопасности, Московские конференции по международной безопасности, Пекинский форум «Щеншань», совещание министра обороны стран АТР, встречи экспортов по обороне безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества, ежегодные встречи руководителей военных университетов стран-членов регионального форума «Асиан» и другие. Также у себя организовала международные научные конференции и совещания по некоторым важным вопросам региональной безопасности. По инициативе президента Монголии Цехагин Эльбекдорж из 2013 года организовала у себя ламбаторский диалог по вопросам Северо-Восточной Азии. Основной принцип инициативы ламбаторского диалога не ставить в приоритете цель одной стороне или государства, а оказать содействие в определении позиций и взаимопонимания сторон, что способствует поиске пути разрешения любых сложных региональных проблем. Монголия – государство, имеющее полную возможность и потенциаль организовать переговоры по актуальным вопросам безопасности Северо-Восточной Азии. Наша страна, развивающая дружественные отношения со всеми странами Северо-Восточной Азии, следует цели внести свой вклад в решение актуальных вопросов этого региона. Характер новых визов современности проявляется как терроризм, наркотрафика, милитаризация, организованная преступность, также внутренние кризисы, бедность и другое. За последние годы стали весьма остро проблемы международного терроризма без границ, о чем на этой конференции говорилось особенно. Одной из тревожных проблем АТР является ядерная проблема. Решить эту задачу можно лишь в контексте общих усилий по безопасности. Поэтому Монголия объявила свою территорию безъядерной зоной и статус, который гарантировали постоянные члены Совета безопасности ООН. Дамы и господа, коротко остановлюсь о военном сотрудничестве своей страны. Монголия успешно развивает сотрудничество в оборонной сфере со многими странами региона. Приятно подчеркнуть, что в этом приоритетное место занимает сотрудничество со своими соседними державами. Из России и Гитая мы имеем соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы также обращаем внимание на развитие двух и многосторонного сотрудничества США со странами Евросоюза, со странами АТР в оборонной области для укрепления военного доверия. Международное оборонное сотрудничество осуществляется в форме взаимных аккредитаций военных АТЖ, взаимных визитов делегаций, обмена информацией, обучения военнослужащих, военных учебных заведениях, организации совместных миротворческих и тактических учений, участие в военно-спортивных и культурных мероприятиях. Крупнейшим мероприятием, осуществляемым нашей страной по укреплению военного доверия в регионе и в мире, является участие в миротворческой деятельности, проведение совместных учений и тренировок по миротворчеству и борьбе с терроризмом. Военные служащие вооруженных сил нашего государства активно участвуют в международной миротворческой деятельности, накопило немало опыта. На сегодняшний день наша страна направила около 13 тысяч военнослужащих на выполнение миротворческих миссий в более 10 странах Азии и Африки. Наши генералы, старшие офицеры служат на всех должностях командования миротворческой силы ООН. Наши военнослужащие в первые, в 2002 году участвовали в учении Центра РАЗБАД. Ныне наши военнослужащие участвуют в международных командно-штабных планировочных полевых учениях. Нарядю с этим наши вооруженные силы ежегодно проводят двух- и многосторонние совместные учения с подразделениями вооруженных сил России, Китая, Индии, США, Кореи, Турции и Катара. По темам миротворчества, борьбы с терроризмом, подготовки спецподразделений и гуманитарной подготовки с кодовыми названиями Тархан, Селинга, Степной, Авангард, Охотничий, Орел, Качающий, Слон и другие. Также команды наших вооруженных сил успешно участвуют в международных соревнованиях, военные и спортивные игры, организуемых Международным военно-спортивным комитетом и в армейских играх, проводимых Министерством обороны России. С 2005 года мы ежегодно успешно организуем международные миротворческие учения «Ханквист», количество участников которого с каждым годом увеличивается. Приятно отметить, что если в прошлом году в этом учении участвовало военнослужащие из 23 стран, то в этом году из 40 стран со всех континентов будут участвовать более полтора тысячи военнослужащих. Организацию таких совместных учений и тренировок со многими государствами можно понять как вносимый нами вклад в деле обеспечения региональной безопасности и укрепления военного доверия. И с удовлетворением хочу отметить, что доклады и выступления участников Пятой Московской конференции, в которых затрагивались важные вопросы глобальной и региональной безопасности, послужат укреплению взаимопонимания военных ведомств разных стран, сосредоточению усилий на поиске совместных путей, противодействия новым вызовам и угрозам. Желаю успехов в работе конференции. Спасибо.